Вот он нашел как бы условно свою терапию, там может не ремиссия, может низкая активность, да дальше вроде как менять биологическую терапию у нас резона нету, вот, но у нас есть метод рексата, мы знаем, что лифлюномид с ним лучше. Может нам тогда, значит, уже под это дело начинать подстраиваться? Ну, это же 100% ситуация. Я понимаю. Не в 100%. Можно и попытаться потом отыграть обратно, ведь мы же на самом деле. Стоит ли вообще этим заниматься или не стоит? Я думаю, что не стоит. Потому что, скажем, вот кардиологи, они обычно уже давным-давно думают комбинациями, что вот такие комбинации хорошие, такие не очень, а эти почти запрещенные. А мы к этому еще не привыкли. Я могу даже объяснить почему. Потому что, смотрите, мы убираем метод рексат, даем лифлюномид. Для того, чтобы лифлюномид сработал, нужно, ну, по-хорошему, 2, да, а то и 4 месяца. И что получается? Одно мы отменили, дали ретоксимаб, потом уже ретоксимаб не работает, все это ерунда. Меняем на следующий биологический препарат. Нет, ребят, так я не согласна. Может, у кого-то есть соображения? Мы плавно перешли к обсуждению, да? Но сейчас, вот если уж мы затронули тему ретоксимаба, и поскольку у нас сейчас появился все-таки наш отечественный биоаналог Ацелвия, я думаю, что у вас не должно возникать какого-то опасения тогда, когда мы переводим с маптеры на ретоксимаб. Вот как показывает уже опыт наших в Москве, ничего такого плохого, в принципе, препарат не вызывает. То есть, по эффективности и безопасности они на сегодняшний день сопоставили что маптера, что Ацелвия. Более того, ведь накоплен огромный опыт у пациентов, которые страдают лимфомами. Они же начали гораздо раньше использовать этот препарат, в 2014 году, когда Ацелвия начала использоваться в онкологии. И, естественно, мы же делимся своим опытом. Но они не так долго все-таки лечат. У них, так сказать, по времени. Извини, эти югеновы лечат. Они лечат. У них же идут индукционные курсы, когда идет лимфома, скажем так. То есть, год они получают это где-то раз в три месяца. Как отче наш, а если торпидные, то они получают раз в месяц. И там доза 375 на метр квадратный. А потом выходит больной в ремиссии, и дальше каждые 3 месяца они делали поддерживающую терапию. Сейчас они отказались только от этого, вот совсем недавно. А так это все много курсов. Причем они же не боятся, гематологи, когда мы там видим все, иммуноглобулины, они вообще джинни смотрят. Потому что там жизненные показания. Если начинается какая-то инфекционная катастрофа, то, соответственно, вводится иммуноглобулин, и дальше вводится пациент. Поэтому они относятся к этому немножко по-другому. Ну, неизвестно, неизвестно хорошо ли это. А здесь либо человек живет, либо он... В гематологии 10% смертности от лечения это норма, а для нас пока нет. Поэтому, так сказать, полностью перенимать их опыт мы, я думаю, пока не можем. Но все равно нам надо, в конце концов, стремиться к тактике ведения пациентов, как у онкологов. И еще разработать, конечно, вот эти вот предикторы ответа, немножко другие, не клинические, а все-таки иммунологические. И выделять субтип, который конкретно ответит на тот или иной препарат. Но это наше будущее с вами. Я бы сказал, что каждому иммунологическому наверняка у него есть какой-то клинический коррелят. Хорошенько присмотревшись, его нужно найти. Поэтому совершенно не обязательно так глубоко... Набрать миллионы пациентов, чтобы это выяснить. Ну, у нас вон на сотнях уже что-то начинает проклевываться. Так. Ну, как-то вдвоем увлеклись. Никто не собирается к нам присоединяться. Так, ладно, тогда спасибо огромное Анастасии Викторовне.